Зона молчания Извеченным, бывшим благословением, Я по трисяцам может победить миром. Господи, благослови. Будь милостив. Все славы веки и веков. Господи, благослови. Мы с вами проходим Евангелие Апофея и остановимся на 13-й главе, 304-й стих. В основании 1-й том, благослови. Страница 105-я. 34-й, 35-й стихи, 13-й главы. Все сие. Иисус говорил народу притчами, и без притча не говорил им, «Да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста Мои, из реку сокровенное от сознания мира». Псалом 77-2. Толкование. «Дабы ты не подумал, что Христос изобрел некоторый новый способ учения». Евангелист приводит предсказания о том, как Иисус должен был учить. И именно о том, что Он должен был учить в притчах. Какое краткое толкование. Страшно, как сегодняшний день. Прослушали и сразу жерновами воручите в головах. А как сегодня? А какие притчи есть? Притчами пользуются сегодня, в настоящий момент. Многие люди пословицы, поговорки. Это тоже своего рода отличие. Как оно играет? Но надо все подвести к Слову Божию. Оно живо и действенно. Действенно означает, переменяет мысли, меняет направление. И живо, как будто сказано сегодня. Не умер. Обычный правитель умирает. Ну, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. 62-й год Никита Сергеевич Хрущев. В 82-м году должен быть коммунизм. А уже с 82-го, считаю, 34 года. А его и нету. Ну, если притчи, говорим, понимаешь. Если перестройка не пойдет, голову положу на рельсы. И рельсы стоят, а его нету. И вот теперь рассуждают. На сегодня какие притчи такие на ходу? Кто ими разговаривает? Умеем ли понимать? Чтобы вот эта притча заговорила. Это единственная глава в Библии. Какой стих считал сейчас? 34-35. А 33-й стих – самая короткая притча Христа. Если не трудно, еще раз прочитайте. И иную притчу сказал он им. Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина взяв, положила в три веры муки. Заколенье скисло все. Ну, любая баба знает, как взять, как положить. Как она вскисает, как пустит. Подобно Царству Небесному. А сегодня говорят, постой хлеб – вредно. Ничего себе вредно, когда подобно Царству Небесному. Вредно. Надо бездорожевое. Там по пятьсот рублей булку, как верно смертников продает. То есть, ничего себе. Всегда, вот так эта притча, и они поняли, никто не стал спорить. А зачем закваска? Это вредно. Никак. Пресные они ели, но семь дней в году. Дни опресные, как назывались. Тогда, наоборот, смертные, оказывается тому, кто съес крест. Вот. Ни один. Там, когда они проверяли везде, выметали, сжигали. И даже ребятишек посадили в подпол, посмотреть, что сильные ножки нет ли где. Чтобы кто случайно не взял-то. Если вот такой вот ты заквасный сел, все – смерть. Ну, какой же это закон? А тебе вот за то, что рассуждаешь. И не веришь. Ты уже за это вторичное повинение смерти. Закон Моисеев. Кто при двух или трех свидетелях отвергается закону, без милосердия придается смерти. Павел приводит в посаднике времени. Без милосердия. Никаких оправданий. Да я думал, я хотел… Это уже скажешь на том свете. Это мы, когда рассуждаем, мы привыкли на раскрябленный закон. В Израиле не так было. Вот Китай рядом с нами живет. Я недавно читал, где-то у него там 57, что ли, статей, которые заканчиваются смерть. Смертная казнь. Взят тебе рюк. Ну, коррупционер. Смертная казнь. Министр расстреляли. И все это делается во всем Китае. Преднародные по телевидению показывают. Наркотики. Сразу же сколько захватили? Говорят, 30 человек. Компания была. Всех расстреляли. До одного. Помилования никому нету. И тут же подходит. Но, говорит. Раньше душили их. А сейчас стреляют. Тут показано стреляют. Она стоит перед ним. Все кончилось. Такая огромная страна. Два миллиарда. Вот туда ездили велосипедисты и говорят. Велосипед рулевого столба. Стат, и никто не тронет. Почему? Смертная казнь. Так это плохо. Ну, плохо, но однако воровства нету. Другие стороны считают. Пьяный за рулем. Смертная казнь. Проверили на алкоголь. Тут же она стреляли. Жена. Завели его. А в другом. В Таиланде порят. Привязывают его. Исследуют врачи. 50 ударов. Дальше затягивают. Здесь два кошка только на булке. И дальше порят. Дрожит тело. Наконец кровь потекла. Это закон. У нас все. Давят друг друга. Я думаю, у нас есть даже те, у кого родственника задавили даже. Пьяные. И вот эта притча сказана. Почему Господь говорил в притче? Причина. Мы должны так это провернуть в голове. Чтобы отобразилось и сказать. Вот я вам притчу расскажу. Однажды. Один человек. Приехал в одну деревню. А деревня с нуля строится. И там у них этот человек вздумал делать пруды. Ну это хорошо, когда пруды и запруды. Но наказал. Там скотину не пускать. Скотина быки разворачивает. Дальше ломает. Капшиты там еще не будет. И этот человек однажды приехал в то место посмотреть где-то. И смотрит. Пасут не кудышно. Там у них старые свина. И они за ними кружат. Он сел обедать и думает. Ой, побольно пасти наверно в наш пляж. И не дает. Проглотил и в коробку убежал. Приходит. На скамейках лежит. Человек какой-то. Загаленный. Так лежит. Вот так вот загорает. Это там в некотором старстве, в некотором государстве. Коровы на пляже пасутся. Этот человек подходит и разбудил. А кто пасет? Я пасу. А что дело? Ну корову-то все загадили, кажется. Запачкали здесь. И берег обрушили 50 метров. Берег. Который неприкасаемый там. А я лежу здесь. Я пасу. И этот человек. Это в плече. Погнал вместе. Но это еще не все. Этот человек привык заканчивать какое-то дело молитвой. И разные люди были здесь. Они соглашались. И этому человеку в первый раз пришлось увидеть, как пренебрегают молитвой. Когда отогнали скотину, этот человек и говорит. А давай-ка помолимся, чтобы больше этого не делать. Я наказал только у того пункта, у костра Симаковский. С этой стороны. Который вполне за глаза вот так хватит. Не разговаривали. Я говорю, давай помолимся. Никаких. Как этот человек шел, так и любил. А этот человек думает. Что ж такое? Спрашивает, что молитву зазираешь? Кратко помолимся. Даже не разговаривал. Такого презрения этот человек не видел до старости. А это верующий дилем не считается. Вы разве не видите, что это не то, что это делается? И они разворачивают все. Загрошено, повалено. Мы ничего не можем сделать. И этот человек делает бесплатно для этих людей, которые живут здесь. И такое пренебрежение. Откуда оно идет? Из дома, наверное. Я говорю, давай помолимся. Кое-кое-как вот. Интересная причина. Это был воскресный день. В каком-то столетии. Вот такая, брат, история. И ты отсюда вывод сделай. А почему? Как так воспитали детей? Пасти не хотят. Пасут где не надо. Разрушаются. От молитвы отказываются. Такое презрение к старшим. Ну не ладно, явно что не ладно. Нам никакие занятия не помогут, если мы не направимся в ману. Отличие. Женщину закваску положил. Положи закваску. В три меры руки. А какая мера? Услышал в уши. Дальше. Принял сердцем. Поверил в это. И дальше я работаю. Вера без эморства. Услышал, поверил и исполнил три меры. А из таковых царство небесное. Он услышал, поверил и выполнил. Один, два, три миллиона. Все это царство небесное. Подобно закваске. А закваска, что Слово Божие. Это молитва. Вот она притча какая интересная. Но. Ты это имей ввиду. Притча не надо думать, что она там заковырьская какая-то. Но иногда человека боишься сказать как. И начинаешь в притче говорить. У одного царя хорошие отношения были с пророком. Пророк приходит на тот родца. Сейчас он душу ему откроет. Царь. Помоги разрешить вопрос один. Вот одного человека было целый табул на вещи, как у батюшки у нашего. А у другого одна овечка. Так гость пришел. С каждым это. Много вещей. Так он не заколол одну. А через ограду перелез. И взял, отнял силом и заколол. Царь как вспылил. Смерть ему хотя по закону в пять раз заплатить надо. Он перехватил так. Я что? Это ты. Я? Так я смертный приговор ему сказал. Ну и все. Сходи на шапот. Зарежем. Ну как же так. Если бы это Сталину в глаза сказали. Еще бы было. Но это был сам Апелес. Пророк Давыд. Вы знаете, как он изложил в притче. Для чего он сказал? Чтобы зримо это было. Зримо. Когда ходатайство зависало. Мы одну женщину Яв подговорил. Иди царю и скажи. Вот так-то и так-то. Закон гласит за убийство убийство. И у нас в Сенегре случилось два сына. И один другого убил. А по закону убить второго надо теперь. И она стала просить. Ну и сделайте снисхождение. Это в драке. Выпили они. Я теперь вдаваться. Здесь ни одного нету. И она тогда кричу открыла. Это ты царь и сына. Он говорит. Тебя Яв направил. Он сразу высчитывал. Ну да. Ладно. Скажите. Прощай. Пусть я лисолова едет домой. А он придел. Да я ставил под ножкой поставить. В руку его заводит еще. Едва оттуда вытащил. Поднял его встали. И сверху. Вы помните? И как он делал? Выходил со всеми разговаривал. Эээ. Дело твое не разберут. Вот Яву был царем. Каждое дело в них. А этот. Кто тебя дешит? Там с землей по лагере. С чем-то. Он спит. Ничего не видит. Вот Яву был царем. Яву довел дела. Ну и стал царем. Теперь у него отца увидеть надо. Видишь какие притчи? Здесь. Первым делом батюшку свергнуть. Отец. А еще после этого получит. А понятно. Бедла. Вот пожалуйста. Я хотел показать вам знаменитую одежду. Вот эта рубашка. Чем она знаменитая? Никто не знает. В Америке был. В 92 году. О! В Америке. Встречали как упал. В дубрики у меня были другие. Встречали. Как встречали? Извините. Миро организовываю. Сейчас день рождения. С белым карманом. А? С белым карманом. В это? Это сам пришел. Тогда не было. Я сейчас не могу сказать. Не могу. Но главное что стоим на аэропорту. Шведы подходят. Какое? Я в сапогах и рюкзак. Солдатки запрещали. А можно сфотографироваться? А если у лепестков стоят? Они на него много внимания. Он на такое волонтеровый сансов. И они сфотографировались. В другом месте японцы. В Америке полицейские. А можно сфотографироваться? Понятно? Дело то и другое имеет значение. Когда ты не надуваешься, оно всем интересно. Открыто? Давай рассказывай. 36 стих. А поговорка какая? Встречают по одежке, а провожают по щеноту, которую было бы. 36 стих. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступив к нему, ученики его сказали. Изъясни нам притчу о плевелах на поле. Полкование. Оставил народ тогда, когда народ не воспользовался учением. Он говорил притчами, дабы его попросили. Народ же не позаботился о всем. Не хотел спросить и уразумиться. И таким образом Господь по справедливости оставляет его. Плевелами называется все, что растет среди пшеницы. Гавридур для нее, как и душе, лукавое помышление. Все толкование на этот стих. Ну, ученики-то тоже заинтересовались. А почему ты, Господи, притчами все рассказываешь? И он ответил. Зачем? А Златоуся столковал еще шире. Здесь, наверное, нет этого. Для того, чтобы, когда все ясно не выполнится, спрос большой. А когда мы не поняли, меньше спрос будет. Мы уже, наверное, читали. Даже не читали. Так, ну дальше, 37-го по 42-й стихи. Он же сказал им в ответ. «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. В поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Сжатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают. Так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие. И ввернутый в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Толкование. Здесь идет речь о ересах, которым попускается быть до скончания века. Иначе, если мы станем убивать и истреблять еретиков, возникнут возмущения и войны. А при возмущениях может быть и то, что многие из верных погибнут. Но и Павел, и разбойник, прежде нежели уверовали, были плевелами. И однако же ради того, что после они имели сделаться чистую пшеницу Христу, не были истреблены в то время, и впоследствии принесли Богу плод, а плевелы пожгли огнем Святого Духа. Посему не должно убивать еретиков, а должно удаляться от них и не вступать с ними в разговор, кроме тех случаев, когда это нужно для того, чтобы обратить их и опять сделать пшеницу. Если же останутся плевелами, то сами узнают, когда искушены будут огнем. Все толкование. Ну а как вы прослушали, скажите, вот эти слова Христа в западно-восточном ферме, слышали или нет? Папа, патриарх, епископа. И сразу припомните, что делали все эти камни. Я просто спрошу. Никита, а кто такие губеноты? Это протестанты как бы. Протестантские направления такое. Ты можешь спрашивать, он все знает. И что с ними сделали при Фелике? Ну, из женщин, детей, как бы завлекли каким-то обманом. Заманули в Париж, что она женится, царь, там, в большой князде. Им пометили все, ударили колокол крестиком где-то. И там женам и детей приехали, всех повырезали. Варфоломеевская ночь надавали. По стране 30 тысяч зарядили еретики. В Варфоломеевой ночь, как там, здесь святого Варфоломея. Ну, это католики. А у православных ночь, как дали старообрядцев? Что с ними делают? Ну, они не так понимают. Старообрядцы раскольники. Да как они раскольники, когда они не меняли ничего? Раскольник кто-то ввел. Это Никон Раскольник. Тут, ну, как говорится, что, колонны или что? А кто, что рассказывает? Он ударил, сдал закон. А дальше-то что пошло? А дальше начали наматывать, придумывать. Как пристали. Враг народа. Ты сказал, шепнул. Взяли тройка. Суд не допускали, а расстреляли. Это было? А кто это у русских делал? Канонизировали. Иосиф Володский. Это Сталин в православии. И он за обедом приглашался. И он сидел и бундел все время князя Василия. А у нас еретики, и Резарьевский. Ну, надо вот написанное кротко обращаться. Антоний говорит. Надо молиться. Что кротко? Казнить их надо. Ну, как же? Мы же верующие. Ты князь. И не будешь казнить, в рай не попадешь. Казнить не будешь, в рай не попадешь. Тебе власть дана, а ему не дана, он не может без князя. Завтра, послезавтра наконец добиться в начале изгонения. В начале сжигать души и все. У русских. Вот эта притча. Да и говорит, это Плевел. Что с ними делать? Не разговаривай. Вертиков после первого и второго разумления отвращайся. Все так вот перевернулось. Старобрядцы раскольники. И даже так интересно, я священникам когда стал говорить об этом, я думал сейчас, знаешь, как пройдет, ни один даже не возразил. Раскольники-то не коньяне. А они раскол устроили. А старобрядцы они проще там, правильно, неправильно. Дело не в этом. Они держали то, что было при князе Владимире взято. А было взято далеко не евангельское уже. Привезли-то там. Сами-то грехи откуда получили. У тебя это не грех маленький добился? Угу. Значит, Плевелы. А тут еще другое. Они хотели Плевела, так сказать, выдворить, оставить пшеницу. А эритики сегодня, сектанты, баптисты, другие, они говорят, будет тысячелетнее царство, и Господь возьмет восхитить церковь, наоборот перевернуть. А он говорит, оставьте на сей месте дождь жатвы. Жатва, кочина, века. Никуда не денутся, они до конца будут идти до конца. Молодые, думай, как беседовать. Вот сейчас самое опасное, я раньше не думал, что у нас государство есть, которое бубицы, это миссионерские отделы придумали. Их нельзя подделать. Миссионерский отдел – это полное водительство Духом Божьим, Духом Святым. Пропобедникам можно научиться, а миссионерам нельзя научиться. Бог открывает тайные души человека. Что он думает? Почему Зла Тауз говорит, обратите человека к обещанию, нужны тысячи талантов. Не пять, не десять, не тысяч, а тысячи. Сегодня я с тобой разговаривал, а ты говоришь, а у меня дочь приехала и говорит, вы сектанты, не ходи к ним. Я теперь должен доказать дочери и вам. Ты за ночь переверила мнение. Рассказать о сектантах. Ты говоришь, сколько должен знать. А что ты имела в виду? Баптисты. У баптистов нет священства у нас. То есть я все должен знать. И должен смотреть за твоими проявлениями души по глазам и по губам. А для Гитлера это ничего не надо. Не такой поднож. Сталину не надо было это знать. И сегодня сделали миссионеры. Главное у них дворки. И сейчас из страны и страну передают везде. Кого заслали? ЦРУ сюда заслали. Всех ссорить между собой. И двадцать лет. Бывший наркоман. Психиатрии сколько был? Вообще. И двадцать лет главный сектолог по сектам. Кто они такие? Ввел в слово тоталитарная секта. Да никто не знал. Но перед этим поехал поучился в Израиле, потом в Америке двое гражданство. И оттуда масонщика забрасывает. А тут кришновиты. Ну и что кришновиты? Он исполняет, так он исполняет. Путин никому не поможет. Путин гарант Конституции. Они не Библии. И по Конституции они зарегистрируют. Они делают добро. Работают с наркоманами. А мы добьёмся чтоб сняли с регистрации. Ну добились. Егористов сняли с регистрации. И они ещё остановились. Они от дома к дому идут. Это не остановит. Они только друг другу говорят. Смотри, что делают. Им прислали два контейнера книг. Этим с водителями головок. Но они нет только. И 15 вагонов гуманитарной помощи. Там и мука и мёд. И они дают. Батюшки ни копейки не дают. Да нет. А батюшки не трожься. Не берите. Не смотрите на кризис. Это еретики. Ну батюшки я не буду брать. У меня 5 родителей. Я одна. Ну дают даром. Не даром. Это они тебя. Ну я больше к ним не пойду. Выброси это. Ну дай мне заменку. А у меня нету. У меня нету. Ну и что? Напали на контейнер. Два контейнера сожгли. И кто это делает? Мамо Басил. Это отец Василий. По-грузински. И там одна редакция против него. Плохую статью написала. Что-то. Он пришёл. Сварщиками. Заварил их дверь. Там они выйти не могут. Заварил. Приварил дверь. Полиция не вмешивается. Ничего не знает делать. Сейчас идёт. И наконец-то он перешагнул. Ягрань. Яма против Конституции. Завопили Америку. Два года попудали. Я отца на у нас спрашиваю. Как? Посадили. А разве Бог нам это заповедал? Канон есть, говорит, с критиками обращается кротко. Не кулаком. А обрати его. А бывает так вот. С ним разговариваешь. Он рядом сидит. Мимо пропускает. Не мимо. Где-то зёрнышко пало. И газ растоп. Я бы похвалисти хотел. У меня 78-й год пошёл. И на 70-летие только из контакта. Это такая система. 450 поздравлений пришло. И какие-то на мусульмане все долгих лет жизни. Куда долгих и так прожил. Не считая одноклассников. Их тысячи просто. А все говорят. Вот видите, на вас нападали. Как это Бог делает. Поддержка. Весь день звонил звонок. Они пробили грудь все. И в скайпе. И где только нету. Почему? Господь. Сколько новых людей пришло. Сейчас я посмотрел. Горется, два с половиной миллиона только просмотров было. Вообще чудо Божье. А почему так? Ласковый телёнок двух маток сосёт. А бодриловую телёнку мать не вернёт. У нас тут телёнок. Телёнок. Что там? Еще чуть попал. Еще чуть попал. Еще чуть попал. Не видит. Телёнок прыгнул на корову. Там же там пруд. А она повернулся там. Там воды пол. Он с обрыва хлопнулся в воду. Не бодайся. Ну, ты сейчас. Все. 43 стих. Тогда праведники воссияют, как солнце. В царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит толкование. Так как солнце кажется нам блистательной всех звёзд, то святозарность праведников сравнивается с солнцем. Но они будут сиять светлее солнца. Солнце правда есть Христос. Праведники просветятся тогда подобно Христу. Ибо говорится, что они будут как боги. Все толкование. Алтайская митрополия выпускает журнал «Алтайская миссия». Ну, ещё при Максиме вышло. Там выпускные классы на священников. Божье величие. Познание Бога и наша немощь. Понимаете? Заголовок. Дальше ничего не идёт. Божье величие оно везде видать. А наша немощь её показать даже не надо видать. Так разве мы до этого собрались? Мы должны показать всё Богу в угруппляющем меня Иисусе. Вот это показать. Да, мы немощи. Но с нами Бог. Нам Бог открылся. Мы Его знаем. Вот в этом есть смысл. «Алтайская миссия». Познать нам нашу немощь. Её и признавать не надо. Быть смертная. Ребёнок падает. Только научился что-то говорить уже опять. Голова седает. Уже пора в дорогу. Полоком бьёт. Надо узнать нашу силу. Наша сила во Христе Иисусе. Что бы ни было там. Непрерывно говорить. Всё могу в укрепляющем меня Иисусе. Бог так сделает. Не любят, когда об этом говоришь. Но сейчас уже доходит. Вот выходит, я грешен, многогрешен, супергрешен. Кого ты можешь привлечь? Я наркоман. Там другой был или кто-то. Я такой-то. Кому это надо? Да, я был. Бог простил и скупил. Теперь я новый человек. Как о самой Павле говорили сейчас. И теперь рассказы о величии Божьем. Как он из грешника делает святого. Вот говорят. Вот царство небесного сияет как. А до этого написано. Мука вечная пойдёт. Сейчас говорят. Муки вечной не будет. Доказывает профессор Осипов. Много и об этом там такие разговоры идут. И меня спрашивают. Ну а вы как? Осипову поддерживайте. Промолчу. За неясностью. Я проповедую, что мука вечная. По-другому никак. Вот это меня подвигло искать. Мама сказала. Будет начало этого. Бог говорит. Ты люблю до конца. Буду мучить без конца. И вот это помогло нам идти ко Христу. Помогло удержать от грехов страшных. Просто сохранил от этого. Можно было попасть не знаю как. А дальше? А вот теперь дальше-то. Теперь посмотри, как Бог тебя подарнул. Что он тебе сказал. А если который не спасся. И он будет вечно, вечно, вечно. Я буду все миллиарды известные молекулы разложить. И все равно конец какой-то есть. Обязательно. А это никогда. Но написано вечно. А теперь кому это надо? Богу. Человеку. Ну я исправился. Я раскаялся. А выхода нет. Католики пошли, что там очень-то будет чистилище. И он очистится через раскаяние. И демоны покаются. И черви. И все. Во всем будет Бог. Это коронная фраза Терминаторова. Оригена была. А после он говорит. Бог будет вечное, но не бесконечное. Понимаете? Это очень трогает. То есть внутри меня все время комертон звучит. Что именно так. Но сказать нельзя. Потому что Библия так не говорит. Но смысл заложен. Слово вечный имеет разный смысл. Люди не знают это. Ну допустим. Если ты должен кому-то. А отдать не можешь. То ты идешь ему в рабы. На семь лет. В седьмой год он тебя должен отпустить и с подарками. Библия говорит так. Ну а как должен еще что-то делать-то? Продать жилу. Продать детей. Сыновья пойдут в гаремы. Подкастрируют их. Ну вот когда он выходит. А там рабы. И он одну полюбил рабыню. То уходить. А рабыню ее не выкупишь. Я так полюбил. Вот это. Она мне так нравится. Закон гласит. Так. Оставайся рабом. Будешь. Согласен. Он его должен подвести. Косяку. И шилом уху проткнуть. Шилом. И он согласен. Но и дети будут рождаться рабами. И внуки рабами. И правнуки. И будут все. Клясть деда. Тот, кто дед Митрофан наш. Дурак. Эту Агафиту полюбил. Теперь его нет. А теперь мы все рабы. Вот какое дело. И написано. И будет рабом вечным. Я к слову вечным подвожу. Что вечным? В царстве небесном? Нет конечно. Слово вечным. Век который твой кончится. Так что у Осипа. В Алексея Ильича. Тут очень сильная зацепка. На него монахи нападают. Книги его сжигают. Кленки там уничтожают. А он многое говорит правильно. Что он бред и в галстуке. Это масон. Для меня он так. Но. Это не все. Там сколько добра. Там росы и золото. И вот это слово вечным. И он доказывает. И создали комиссию. Монахи представили вопросы. Пять вопросов. Комиссия. При патриархе там или в синодике. Комиссия все вопросы разобрала. И по всем вопросам признала и Осип. Осип он сказал неправильно. По всем вопросам признала неправильно. Он сейчас отдельно дает интервью. Пишет ролики. И об этом говорит. Выразился не точно. Но не говорят так. Чтобы его то не обидеть. Он профессор заслуженный. Он за свою жизнь. Он тысячи людей перепортил. Священников. Он заслуженный в патриархии. Вот которые священники тут. Сейчас Алеша Матюшин. Ты знаешь? И вот много священников поставили. Пять литров. Ну а приход небольшой. Пять литров вина. На сколько батюшка хватит литургии? Сколько будет служить если каждый день будет служить? Что он говорит? Не знаю. Сколько служить будет если каждый день будет? Ну раз в неделю допустим. Пять литров вина. Ну раз в неделю опять сколько будет прихожан. Если где-то чаша там есть двух литровая чаша. Или как у меня там. Я наливаю там 100 грамм. Ну небольшой. Совсем приход небольшой. И вот батюшка что пьет во время службы в Алтаре. Пьет. А Алексея то там это тоже сдали. И говорит. А где у тебя вина у меня на складе? Священник я или нет? Священник. Ключи отдай. Я должен иметь доступ до любого склада. Но от любого склада. Значит опять вина купили опять нету. И он мне пишет. Ответь мне. Как скажешь так и делай. Я говорю не сдавайся. Порядок они. Это беззаконие. Бог должен быть запрещен. И не отдавай ключи. Поезжайте к архиерею. И сейчас пишет к архиерею. А архиерея говорит. Все в храме поступили. Ключи ему не давайте. Все. Не получил известие. Вот он согласен. Все сделайте. Я сказал. Не сдавайся. Потому что это явно беззаконие. Пять метров. Хлопы снова нужны. Нету. Здесь можно по разному. Был такой случай тоже. Что. Батюшка снова употреблял. И это было известно уже стало и в миру. Ну. Архиерею донесли. Что так и так. Он вызывает церковный совет. Тогда было как. Священник заключает договор. Трудовой договор. С церковным советом. В общем. Архиерея говорит. У вас батюшка такой. Я его уберу. Стар. Не. Владыка. Не. Батюшка хороший. Это люди брешут. Брешут люди. Нет. То есть он служил хорошо. И исполнял свои обязанности хорошо. Но. Слав был как это. Напьется. И даже может где-то там и упасть. На улице. Но. Верующего в обиду нет. Нет. Хорошей нам. Батюшки. Ну. Архиерея еще. Пожалуй. Что хорошее. Ну. Ладно. Пускай пока. Ну. До времени был. Потом все таки его. Убрали. Вот такое бывает. Ну. Владыка у нас здесь написано. Говорил о так. То есть если священник хорошо исполняет обряд. Его любят. Верующие. Прощают многие ему грехи. Батюшка. Сорок четвертый стих. 12. Еще подобно Царство Небесное сокровищу. Скрыто было поле. «Которое найди от человека утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то». Толкование. Поле – мир. Сокровище, проповедание веры и познание о Христе. Оно сокрыто в мире, 1 Коринфянам 2,7. Ищущий знания о Боге, находит его и все, что имеет, то есть и языческие учения, и злые нравы, и богатство тотчас бросает и покупает поле, то есть мир. Ибо тот, кто познал Христа, владеет достоянием всего мира, как собственностью, не имея ничего, обладает всем, содержит в рабском подчинении себе твари, повелевая ими, как Моисей, Иисус, Илья и другие. Все толкование. Ну вот вопрос, вот это толкование блаженного фатилакта. Кто-нибудь не читал, сколько его здесь есть? Или его вообще ничего тут нету? Написано, он брал предыдущих святых отцов, отдавая предпочтение Анну Златоусову. Сколько своего он тут добавил? Может, я читал, я не мог найти. Но если добавил, но не вопреки святых отцов. Просто немножко укусил. Ну там он говорил, а я думаю, там где-то в конце такие добавки. А змею. А змею. И вот додумался же, он по порядку, по порядку. До откровения дошел. Откровения он не толковал. Андрей Кесарик подойти с ней. Архиепископ это я говорю. И вот теперь мы, я же говорю, думали об этом. Грек прислали в Болгарию. Ему так трудно было. Там богоминистов каких-то не было. Эти киезисей. Он попал туда. Был архидиахом сначала. Ну, видимо, видели его ревность и поставили его архиепископом для Болгарии. А греки, они не дают архиепископом. Болгария боролась. Мы хотим сами быть самостоятельными. Зачем мы подчиняться грекции будем? Мы веру знаем. Не давали. Несколько столики боролись. Они очень властолюбивые, греки. И русским не давали. Но русские вывернулись быстрее. Потому что большая страна. Нас в 10 раз больше, чем вас. И ты над нами командоваешь. И наконец сами себе стали по закону все попалывать. Вышли. И теперь вы узнаете, что русская церковь по счету пятая. Сидят там Иерусалимский, Антиохийский. Там Римский. Это тогда уже на пятом месте русский. И вот он вышел в архиепископы. Блаженный, не святой. Почему? С чем он разница? Значит, Святой Серафим Саровский святой, а это блаженный. У нас блаженный, как вообще спрашивают. Он придурковатый блаженный. Слово блаженный, видимо, а он выходил раз за разом. Я знаю, что мне это очень хорошо известно. По порядку подтолковать. Да и других отцов братья. Это труд огромный. Огромный. Чтобы выловить опрещение. Я сейчас не скажу сколько, но предложение три. У Яна Златоустова я говорю прямо о полном погружении. Мне пришлось молотить 12 томов. 12 томов. Это чтобы где-то сказать, для чего он знал очень хорошо предыдущих святых отцов. И все это раскрывал. Есть вещи, которые даже думаешь, неужели он мог так понимать. Ну, видимо, так понимали в то время. Он отдает большое предпочтение монашеству. А я вижу, монашество это главный формос для проповедей. Лучшие силы из народа высасывали. И они, говорит, уходили в песок, не давая потомства в монастырях. И проповедь глохла. И на их совести мусульманство и еретичество и сил. Почему? Никто не шел. Мусульманство в 7 веке возникло. За 6 столетий ни одного не послали миссионера к ним. Тем того, или это пустынникам. И встретились уже под стенами Константинополя. А 6 столетий на ноги с них брали. Никого не могли бы... То есть не нуждались в этом. Вот что такое. А 2 миллиарда мусульман это могли быть православными. И Мухамад, я его биографию еще не хорошо знаю, это мог быть один из лучших пророков. Какой-то был ревност. Ему на слух брал. Женился на кубчихе. И она его везде посылала. А там рядом жили еретики, да, астеристы. И он так на слух все это брал. Дуа. Дуа. Кажется, Давыд. Его видит Давыд. Он называет. А ни одного псалмана приводит. Так я писал бы это, никто и не читал. Имя его говорит. А остальное... Ну, мусульман. Что такое называется? И вот много написано про Соломана. Сулейман. А то Сулейман, это... Мусульман скажет, а Соломон. И вот как солица пришла, А его уж так охота было посмотреть, что ей под подолоку. У Соломон-то своих тысячи-то нет. И он сделал такой пол, как зеркало. И когда она заходила, и вода, она подошла водой подолкой подняла. А на самом деле нет. А Соломон-то сидел и пьет. Вот догадайся. Нужно это ли не было? Это прямо включено в Коран. Ура. Священная книга. И во-первых, мы не знаем, было ли такое, но Библия молчит. Ну и такой ли ваш этот поступок-то уже? Вот я спрашиваю исламистов, скажите, а из Жития Святых вот что-нибудь слышал или нет? Никто не называет. Я говорю, есть одно. Я его пастору Майя там без корана разбирал, 18-го года у меня. Он услышал, как 7 отроков уснули и проснулись там через 120 лет. А почему? В архиереи перестали верить в воскресение из мертвых. Епископ православное. И Бог тогда их усыпил, и они воскресли, и тогда стали говорить. Вообще перестали верить. А что, как они верили? Говорят, недавно какое-то совещание было в Синодии. Кто-то это кинул такое. Но это я со слов чужих говорю. И оказалось, что больше половины наших архиереев не верят в воскресение из мертвых. Ничего в этом удивительного нет. А если воскресения из мертвых нет, тогда мы во грехах, и Христос туда не воскреснули. Ну, об этом Павел говорит. Идет и дальше рассуждать. Нельзя ни налево, ни направо. Что налево? Налево это не есть. А право, а я еще строжу. Среда пятница, а еще понедельничать буду. За этим тоже что-то есть? Тебе это недостаточно? Мне на нем скидывают материал из контактов или журнал. Журнал Андрея Гураева. Вот вы все время об этом говорили, и Андрей заговорил. Откуда? Прямо из ваших книг взят. Он у меня книги все ворал. Я говорю, что все посты отменить, кроме Великого и Среда и Пятница. 69 правила апостольское. А про остальные нету правил. Нету. Эти посты пришли через 500-700 лет. Что, 700 лет не спасались? Да ведь больше половины, которые, видите, нарушают. Придумали. Успенский пост, это строгий, как великий, он как бы оторван. Что по-кому? Я вам Заталуз говорил. Великий пост, это десятина Божья. В каждой неделе 5 дней постных. А суббота, воскресенье нельзя поститься. 5 и 7, 35. 35, а 1 суббота постно 36, и с вечера до утра 36 с половиной. А дней 365. Запятую только перевести. Ровно десятина. Ну, разве бы додумался сам до этого? Ты об Заталузов. Значит, он говорит о Великом посте, а не о Рождественском. Нет, нет этого. И, а если отменят, признайте ему. Раз отменят, но я буду исполнять, я очень привык. Я их исполняю, но они мне не нравятся. Я стал молиться, Господи, дай мне любовь к этим постам, которые не евангельские. И в прошлом году, зимой, кажется, Бог мне дал любовь. Прям настоящую любовь к этим постам. Какие они хорошие. При детях они мне... Ну, приезжают дети, месяц первых убывают. Ладно, ничего. Пасха поздняя дает. И ребенку не могу не дать ничего молосного. Все полным-полно, и они не мешаются. А зимой-то какие у нас посты? Зимой? А рождественцы это? Шесть недель. Ну ладно. Понятно. А зачем успенствовать? В честь чего? В честь чего успение в горе, постам всегда печаль. Божья Матерь, Павел говорит, желаю вам решиться быть со Христом. Это радость. Радость, что она вошла в вечную обитель Христа. Совершенно не объяснивают. Петров пост имеет объяснение. Они постели, с возложили руки на проповедь. Но никто же не идет. Обманный пост-то. Совершенно обманный. Ну, тут доказать даже не надо. Меня один не возражал никогда. Я говорю, если бы ему постели, Петров пост, а потом бы собрали везде, и теперь на проповедь все пошли. Вот тогда пост на месте. Но этого-то нету. И поста-то нету. Нарушают. Ну, вот когда на все это разберешь, то слово Божие живи и бреди, если на свете колеблется так. И мы должны знать, как ответить. Почему? Для того, чтобы человека обратить, привести ко Христу, ко крещению, нужно тысяча талантов. А чтобы крестить, Павел говорит, ни одного не надо. Достаточно, чтобы быть священником, чтобы погрузить его. Так, нам приезжают нынче на крещение. Не все русские люди будут так принять, как родных. Какой след кожи, какой разрез глаз, чтобы не смотрели. Наоборот, покажите. С одной побеседовал. Она свидетельница Югова. Казашка. И она, ее имя Арайхан. Но она говорит, я Арайсов его имя. И она приедет сюда. Пошла там к батюшке, еще там какие-то загрузки. А ты сюда, подпросись у мужа-то, у своего там, или бегали, или кто там. И он тебя отпустит. Он только отпустил. Казашка принимать крещение. Такие вопросы интересные задает. Веселая такая. Когда по скайпу занятия идут, и она все время говорит, видно, что у нее улыбка играет. Вот так. Приезжает еще один. И Евгений отпросился. Давыбкин. Фамилия-то какая чудесная. Как правило, у всех новых книг есть. Он выписал, заплатил. И городу отпустил. Он бард играет на детали. Барда ли намешала. Сейчас бородой. Все. И вот завтра вторник, послезавтра вторник, утро встречать. Кто поедет встречать? Порщина. Ну? Машина. У кого машина? Машина съездить. На вокзал Порщина. В 6.45. Утро. Вот он. Приезжает один человек. Роман звать. Съездишь. Ну просто надо пораньше прийти. И когда он войдет, видно, что с бородкой. Ну, во славу Божию. Он говорит, сейчас я тут еду, уже есть в пути. Ну, так, бросает меня. Долго. Прошлый год он не приехал. И я его запретил. Тогда раз не приехал, что-то у него было. Тогда все, отпадает договор. Так он мне еще стал спрашивать. Я говорю, ты расскажи о себе. Ты вообще-то нормальный? Нет? Ну, как знать. Я говорю, слушай, в один день, сейчас пойди, где ты есть, подойди и сфотографируйся от главного управления милиции. И вот так руку приложи, а думаю, вот так вот, чтобы я понял, что это именно ты. И вот тут же фотография. А другой, поди к военкомату. И вот так вам руки положи. И он все так сделал и прислал. Ну, так как его я, ну, вижу, что я переписываю с тем, кто сделал. А если бы не он, а другой играет, он бы это не сделал. А там видно, с какой-то области, Московская, Серьево-Посад. Как надо сделать. И меньше сильно просился. И просился аккуратно. Я ему разрешил. Он видом засобирался, уже едет. Ну, и два дня задержался. Покупал, там искал резиновые сапоги. И вот по путевке детского лагеря, там, простыни, две наводочки. Я говорю, ты бери все с тобой, что потребуется, может, на зиму. Не работники, но топары-то я для чего собираю. Вот так. Может, со всеми ягодотой хоть и Польши, сколько классов там, как Польша, 11-ти. Я говорю, а еще дальше? Потом университет. Вот тебе, а еще что-то как юродина разговаривала со мной. И главное, говоришь, а что тебе глаза, так как у варар бегают-то? А там варар всегда состоится. Да тут, говорит, рядом ходили, я стоял в тамбуле. То есть он все объяснил. Я так детям смотри, детям ближе до одного шага не подходить, пальцами задевать. Арестовали священника, Глеба Грозовского, а вот спортивный там, клуб-то, и педофилия, с какими-то девочками, где-то, обвинения, а он такой видный священник-то. А теперь уже разбираю, которые девочки там матери подали. А в это время его там на этом острове даже не было. Он уехал в Израиль, припомнил, что дедушка у него евреи. А евреи получили прокуратуру Российской Федерации, задержать, педофил. Они его посадили. Ну вот его даже выпустить, и там она еще выступила, опять же в этом подкупленной, видимо, сделала-то. Его не выпускают. Ну и что делать? Еще я всех призвал на молитву. Хотя он его когда-то обо мне спрашивали, он ответил не так, как мог бы ответить. Это не имеет никакого значения. Он в опасности. Это оговор может быть. И Глеб звать его по молитву. Он оттуда дает интервью, записывает, приезжает. Он в виде. Поэтому ты не знаешь, что будет с тобой завтра, послезавтра. Глеб, мы все стали за него молиться. Комментарий. Когда проповедь и частное собеседование были устранены, то мраственности прихожан пришлось забыть. Церковь перестала отличаться от мира. Проповедь Евангелия веры Христовой. Вот основное оружие в правой, в левой руке благовестника. То есть Библию он держит раскрытой двумя руками. Одной рукой ее не раскроешь. 2 Коринфянам 6-7 Слове истины в силе Божией с оружием правды в правой и левой руке. Еще на подходе к званию пастыря, священника, Охирея обязана совершенно точно знать кандидата и ни в коем случае не допускать до этого поста безгласного, безязыкового, пусть даже и высоконравственного. Главное оружие проповедника это язык. Посмотрите, немножко задержаться здесь. Главный язык. Ну ты понимаешь, что если ты будешь говорить и по правде, никому не подыгрываю, у тебя будет врагов, друзей много будет, но и врагов будет хватать. Вот я сколько говорил по этому вопросу, мы сейчас выходим, архиереи строят купель, я еще не полвека кричал об этом. В вашей версии оказалось права, в печати там пишут это. Это не версия, это закон. Слово крещение означает погружение, другого нету. Вообще перевода никакого больше нету. И мы просто обязаны говорить, а вот вокруг вас всегда, когда бываете, вы так не можете спокойно, вам что бурдило, вокруг вас это не обвинение, это похвала. Если вокруг тебя ты тишь, таблажь, то значит что? Не холоде, не горячь, теплый. И Господь такого человека приравнивает к блевотине, изверх на изус. Что-то когда человек раздевается из блевы. Это толкование такое. И поэтому если вокруг тебя вот движение это означает жизнь, вокруг мертвого движения нет. Жизнь, там электротоки, там свои флевиды вот обязательно затронет как-то. Ну и везде надо ну знать, коротко просто отвечать. Я вот хочу родиться свыше. А что для этого необходимо? Три пункта. А вот я хочу спастись. Три пункта, но уже другие. А какие пункты? Ну вот молитва. Три ступени молитвы. Знаете? Первое, просительное. Там мусульмане, там буддисты, коммунисты, фашисты, там все. Не упади со слова такого. Так. Самое главное это просить уметь и знать нужно. А Господь говорит через дарку просите не получайте, потому что просите своих вожделений. Еще что больше? Зачем он будет давать тебе? Это не надо. Какой? Ой, машину поставить негде? Вообще негде. Домой приехало негде. Господи, да покажи мне, дай мне место стать. Да, Господи, не надо, нашел уже. Подбежает. Бог дал, ответил в момент, здесь уже не надо, все. Папа дома лежит. Как у наших. А он путешествовал, а Рамзан, а девчонка прибежала. Не надо, не надо, папа уже на кровати лежит. Да Бог и благословил, что он приехал до дома. Вторая стадия, это научиться благодарить. Запомни, прошение, благодарение за все. За все. Когда семь детей и все один день погибли, Бог дал, Бог взял. Ни единого слова не сказал. Бог дал. Сейчас бывает так, на фронте трое погибли, хоть один остается, далеко дома. Ни одного нету. Пустой дом. Все богатство ушло. А богатство было не в банке, а скотина. Тысячами покрывались. И бедно покрывались шерстью от его овес. Все питались. И вот так велели, сладкий ты наш. Готовы были моим мясом напитаться. И вдруг все кончилось. И вдруг болезнь. Последняя стадия разложения тела. И он сидел, скрек, сдирал кожу. Как я за того взгляду. Вот он сдирал себя, а сатана видел, как сердце через ребра, как через стропила засияло. Надо же так сказать. И он осветлен, и сатана закрыл глаза и побежал. И больше уже не приходил. Вот додумайся, что ребра это стропила, и там солнце, и сатана ослепил, больше не говорил. Вот это золотые уста. Вот. Дальше словословие третье. Не прошу и не благодарю. То есть ты, я уже, аллилуйя, слава от своей сыны, и святому Духу. Вот третья, последняя ангельская ступень. Рождение свыше, признание себя грешником об окончательно бесповоротно погибшим. И второе, признать, что он грех, возмездие за грех смерти. Бог никому никогда ничего прощать не может за так. Возмездие за грех смерти. И Адаму Богу просит, ну а там все грешено. Что он сделал? Он не воровал, не грудил. Что сделал там? И вы знаете, во что он пошелся? Сто миллиардов умерло. Столько людей умерло. Миллиардов. За то, что он взял не то. Мы не можем понять сверхкосмический удар, который нанесен был в природу человеческую, Богом, за прислушанием. Эх, Адам, Адам, не ты один умираешь, а всем, и ездор пишет в третьей книге. И что дальше? Вот когда ты признал, вас запил, ты умер за меня. Господи, я поверил, ты умер за меня. Ты свою кровь пролил за меня. За того, что ты свой, это не за весь мир только, а повторить, всякий мир, и счастливый, всякий это я. Я туда буду писать слово, Адам, Адам, Белушков, Калильников, Кустинов, пиши свое, умер за меня, и кровь свою пролил. Страдание на кресте меня он искупил. И когда понял, завершающее, это от воды и духа, крещение. Когда обмываются все грехи, встань, крестись, а вы грехи и твои. Вот это рождение слышит. Выходит новое. А что я должен почувствовать? Это необъяснимое явление. Вот я когда склонился, это 27 сентября 1962 года, я не знаю, там 15 минут и молитвы не было, может быть. Я когда встал, я на себя смотрю, я еще как бы, я не видел, потому что это совершенно два разных человека. И в этой же речи я уже начал благорестить на корабле. И к утру весь караван кораблей знал, что матрос сошел с ума. Только что давали характеристику, каким авторитетом портить, судовой комитет, ну и чуть заочным, в высшем муниципальном училище. И тут же, через неделю дают, авторитетом не пользуются, бродят по религиозному болоту. Вот. И тот же самый подпись капитана, все это тоже само подписались. Ну какой верит-то? То есть он правильно пишет, это два разных человека. Я вначале не додумался на это. Этот совершенно другой, он родился, у него чувствования другие. Ей было место в желании помочь. Как это сделать? Вот у меня нападки в прошлом году были, не выскажешь сколько. Просто ужас. И вдруг вы еще во время Великого Паса стало затухать и все. И вот один пишет, всякие пакости. Мои фотографии же, сайте, вот голову отрезанную, мою, Надежда Васильевна, и прилепил, где дур творят. Представь, ну все говорят, ну ладно, ты тоже заслужил, вроде бы, но Надежда Васильевна, за что? Она не знает, она запомирает, где нет ее, она там с ребятишками. И всякие, всякие пакости. И наконец, его высчитали, начали искать, и нашли САВ Б, Балмаз, Джабраилович, город Караганда. Все. Я пошел в ФСБ, оттуда в Краевую прокуратуру, написали, занялись, высчитали, нашли с помощники телефон, дом, чем он занимается, держит, какая женщина у него. Все. Сейчас это сообщили, документы, без меня уже послал с уведомлением в Караганду. И он, давай скорее все удалять, так говорят эти, потому что это уголовное преступление. Он уже удаляет, и я... И в прошлом году столько было, а мы еще ничего нет. Я вышел на улицу, и Воробьевок, замерзающий. Я взял туда, бросил кошки-то. Как напали? Да ты верующий, да как ты посмел? Кот, пущи глазами, там, такой же злой, как ты, и Воробьенка мучает. Да что это такое? Это обличитель такой, это садист, это Воробьенка. Кот. Я говорю, ну, кот садиста, уж не я. Я тем более не снимал даже. А сейчас ушел, в данный момент, вот недели три, вообще ни одной на парке нигде нет. То есть зажали там, где надо, Бог услышал молитву, а мы молились и молились. Все, которые были друзья, врагами, всех до одного, Господь как будто бы скрыл, товарищу, а я только молился, не помилей им, судно, день безумия их. Они не знают, что за них молятся. А почему вдруг они перестали так, потому что молились? Молитва все делает. Как? Не знаю. Молитва вообще ничего не делает. Делает Бог милостью своей по молитве нашей. Богу это угодно, когда мы смиряемся. Комментарии дальше. Главное оружие проповедника это язык, чтобы он был, как трость скорописца. Салом 44, 2. Избилось из сердца мое слово благое, я говорю письма о царе, язык мой трость скорописца. Если в церкви нет проповеди, она обречена на вымирание, на бесплодие, полное вырождение. Прихожане превращаются в суеверных, темных и злобных, завистливых и скупых. Где нет евангельской проповеди, там тлен и смрад, невежество и тупость. Где нет проповеди, там извращенные мысли, настоящая мракобесия. Только Слово Господне, вложенное во внимательные уши, благословенным языком проповедника, рождает истинных чад церкви, сынов и дочерей неба. Римлянам 10, 17. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Римлянам 10, 15. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны многие благовестующие мир, благовестующих благое. Мои книги попали в Одессу. Какой-то профессор отсылает в Почаево, в Почаево. И больше заниматься нещем? Мне сообщают, столько-то людей сейчас специально занимаются вашими книгами. Вывести решение, отсечь голову. Два года прошло, весь вбук. Я говорю, а почему ничего не в них нет? А мне отвечают, они говорят, что самоубийцы родили. То есть они вот это считают, я хочу, чтобы по-другому было. Эти книги попали в очень большие руки. Четыре области, которые цензорские отделы занимаются. Рождественские всемирные, или как это называется, чтения. А? Рождественные чтения. Да, и по главе там один дворчик, главный сектовед России. И считают про лагерь и все. Ху-у-у. Да вы что? Да самое-то главное-то говорили. Довольные все, сидят, слушают, да еще и смеются ему. И ничего нету. А что же делать? Ну, знаете, давайте все вместе в Роснадзор напишем на Лапкинах. Вот это я выражу по православному, Сергея Русска. Давайте к властям обратимся. Ну, написали, чтобы в этом году лагерь никак ему не давали открывать. А они уже, дети здесь, все раку палец. И вдруг ничего нету. Господь, как будто бы всех куда-то свел в одной, сказал, в литрошке. За один год, за одно время. Так что, если жив, кипит вокруг, тогда хорошо. Время уже? Да, давай. А вы делаете так, сейчас занятия, полчаса, какой раз поставят вопросы-ответы. Если нет, то там продолжать дальше. Что происходит? Может, я просто... Говори. отлично, ни одного замечания нету. Мы сейчас занятия ведем. А, где там, где-то, на лобце катались, все здесь. Вот, Володя, скажи раз, о Тимофере. по бумажке получил пацана, и пошел. выгода какая-то вообще интересная. Ну, мы, я не знаю, лучше к нему звонить, где-то вот примерно два часа, что-то там. Ну, давай. Ну, вот такой вопрос. О рождении свыше, Осипов говорит. Да. Согласны вы с его словами или нет? А что он говорит? Что говорит? Ну, я вам ссылку присылал. Я знаю, говорит. Повтори, чтобы знать. Что там говорит, что рождение свыше, это определяется, имеет ли верующий Дух и Святой. Абсолютно точно. И дальше он о крещении, что, во что превратили вот это вот таинство в современном православии. Ну, то есть он критику наводит. Еще раз. Мне, когда пишут, говорят, это все они у вас делают. Я говорю, они без вас могли это дать. Ну, прямо, говорит, слово-слово делают. А Володя ему, главному редактору позвонил, Олегу Рыжкову, насчет бороды. Душа, главному редактору. Понимаешь, слушать надо это. Говори. Все, заканчивайся, ясно. Доброе. Понимаете, в свое сердце, понятия, я сейчас не могу сказать, что и сколько вы там будете. Не прямо, не ориен. У Осипова действительно много очень много. Вот ему пять пунктов обвинения поставили, считают, что это не витей. Но действительно, а личность, это действительно, это вы правильно, я не говорю. Это очень осторожное, это вы говорите. Это действительно понятие еще точно неизвестное. Сказано вечно. И это Священное Писание. Все. Мы тут даже, ну как рассуждать, скажем, нет, это Священное Писание. Мы просто важны понять, это принять. А как вечно? На самом деле, это вы. Бог знает. Бог знает, как совершенно верно. Вот поэтому и Олег Ян, тоже, с сожалению, он частное, как говорится, свое мнение высказывал. Он не утверждал, в общем-то. И ведь на него такой благословок был. Как известно, на него еще много веков посылали все иеретики, иеретики. И только в VI веке что-либо признали, как отмечение от церкви. Поэтому очень много. Пятый Вселенский стопов. Пятый Вселенский стопов. Пятый Вселенский стопов. И еще там четыре пункта, сейчас не помню, Чем-то? Да. Ну вот так вот. Маш, ты скажешь, да, он был в чем-то. Кстати говоря, когда историю, вот читаешь, вот первое, становление церкви, да, то действительно, как правил автор говорит, что в принципе каждый мог, Святой Отец, так называемый, он допускает какую-то ельцу. Потому как это было, во-первых, становление церкви. Ну хорошо, сейчас уже много веков спустя, когда вроде все обосновались, все обговорились, все уже, как говорится, известно нам, но тем не менее, тоже, образование людей, подход к этому, осмысление, способность вообще глубоко и широко умыслять, это все планы как-то принципы. Разлились? Почему не разрешают матери встречаться, не знаю, только отец позвонил, сейчас разграду, мать звонит. Ему как-то понижнее, я говорю, выделять имя огоньников, что завершает? Все, что Тимоша? Тимоша. Замечаний никаких нет? А что его выделять будут? Ему это и не надо. А где родители, вы знаете, у нас такое, это у нас дед такой же был, он как разойдется, у него прям пена идет. Я еще пену собирать ему буду, что ли? Ну давайте, я буду обращать пену. Парень уже большой, наверное, лет 11. Ну и девчонке, ведь ему надо это, по-общему, бежать, телить вместе, приезжать, ну как, вообще ничего, ничего нету, вообще ничего не хочу. Ни пены, ничего, нормальный парень, я забыл, Павел, что ли его звать было? Наоборот, не надо это показывать, не надо афишировать. А по статусу больного, Павел и тяги, ему надо ложиться, либо идем ложиться у меня, перетерпим. Идем работать надо. Златонцы интересно говорит, праведники ночь превращают в день, молятся, а грешник, день превращает в ночь, спит лежит. Вот фразы-то какие-то отточенные. Почитаю. Так, не забывайте завтра, у кого кто может, сам даже прийти, с поганными водами, вот сюда, вот 9 утра. Вместе мы много, и мы все, а ребята большие, с толкушками железными, будут толочь, и мы выпрыгаем дорогу. Надо выносить там вообще, где-то голое уже, песок проваливается там все. Вообще не попал даже грамиль туда. Сверху-то надо мелкую щебенку еще насыпать, вот только тогда будет полностью, а ее вообще нету будет. А мы по-крупному ездим, но это не во вред, считается так. Так что завтра кто может, подойдите, нам быстро закончить этот день, трассу вот подправить. Мы с двух концов начнем, мы с правдой управляем. Кто на работе, не отрывайтесь, кто свободен, может. Обязательно следовому. Только про Осипова, вы говорите, а нас о чем-то... Да, Осипова, так что-то... Володя позвонил главному редактору. Я слышу, тихо. Да. Почему Осипов без бороды? Да. Ну-ка, иди сюда, расскажи. Володя получил по бороде. Знаешь, как он на него кричал? Я вот так сижу и слышу, что Рыжков на него кричит. Глухая слышит. Кто может пристать? Ты на такого человека замахнулся? Да ты хоть Новый Завет читаешь или нет? Дьякону даже не обязательно бороду носить. А сам с бородой. А? Сам с бородой. Бородой, да. Даже дьякону не обязательно носить. Не обязательно. А где этот канун? Где это написано? Он канун не привел, ничего. Он только вот именно так сказал, что вот и дьякону вроде не обязательно. Ну как так? Ну, значит, получается так. Бог, наверное, неправильно создал. Мужчина с бородой. Ну хоть какая? Ну профессорская должна же быть. А вы знаете, он с каким-нибудь общественным, где он находится? Ну, представляешь бы. Но тем не менее, все равно. Он же богослов. У него хороший, мне нравится, хороший богослов. Бог даст Бог. Да. И вот, а мы больше читали это Новый Завет. Все там или бри. Я с удовольствием говорю, читаю, да. Но тем не менее. И он пошел, даже слово уже больше не дадут, говорит, говорит. А ты бы сказал, вот он встречается с такими людьми, так соблазн, то увеличивается от того, что важно. Увеличивается соблазн даже. И в галстыке, и в масоке. Галстыке. А я ему сказал, в масоке, да вы что, в масоке, как видите вроде. Я говорю, ну как иначе понять, Ведь все-таки он же должен проповедить, просто должен быть какой-то вот, или христианина. Это соблазн просто. А хорошо, ну что ответить? Ну, назовите, скажите, апостолы с бородами были? Ну, назовите, а дальше, с ижеча святых, и хоны, ни одного притого, ни одного не троедит. Я ему и говорил. Еще раз. Ну, это, знаешь, это было, вот это редкое, это раньше было, это не сейчас. А где-то именно что? Раньше плохое было, а теперь Бог сказал, не надо, будьте похожи на Ленина, или на кого-то. На стилене, говорит, я просто так удивился, думаю, решу, у него там короче подисловие, у нас очень даже хорошее, правильно считаю, ну, по-моему. Ну, а почему он так ответил, знаешь? Ну, наверное, потому что зависит, Система. Система, вот страшная вещь, он системам, я бы по-другому ответил, не могу, я же как коммунист. Я же как коммунист. Если ты по-другому, я могу, мы, с редактора сняли, тогда неправильно отвечают. Коммунистам запрещали разводить себе. Ты помнишь, фильм, предпречнев, когда она говорит, полевая жена, ты женишь со мной? Ну, я же хорошее, говорит, а сегодня ты спал со мной, как коммунист, или... И спрашивает, иди, бой будет, говорит, наесться, говорит, точно наесться, ты наелся, я говорю, на то самое греное, а я ведь сестра, и, наверное, дура. Ну, ты в парке это принимали, чтобы было непорядочное, семья, все, а друг от друга гуляли, мне так смешно бывает, когда с рейсом приходим, а он, ну, или там, старков, или еще там, старник, они, значит, гуляют, там находятся, а жена приходит, с детьми, там, букеты, все, встречает, а я смотрю, у него, смешно, говорит, вот тебе, пожалуйста, а иначе все, если разведешься, значит, высоких постов ты получишь. Вы знаете, самое страшное на Земле создание, такое, это женщина, это, все равно, как говорит, больше смерти, больше смерти, называют его, но я с этим согласен, но потом, когда дальше, продолжая жизнь продолжается, я нашел, что еще больше есть, это муж подкаблучник, когда повторяется злой жене, это злоби женского, добавляет еще и силу свою, ничего позорнее, отвратительнее нету, когда муж подкаблучник, там ничего, там перевернутая пирамида стоит, я сказал, сейчас скажу, я сказал, на этом все, синий седор, пенсион говорит, чем строже мужчина обращается к женщине, муж, тем больше она к нему привязана, она понимает, тест гранит, она с широкой спиной его всегда будет прихлевать. Журналист обращается в зал, скажите мне, пожалуйста, поднимите руки мужчины, которые в семье глава, ну подняли, человек 10, выйдите на сцену, вышли, ну и значит, вот этот журналист, ну вот как вы, как вы могли вот достичь вот этого, ну один, значит, сдался, ушел, второй, третий, а один сидит твердо, он говорит, нет, ну вы вот хозяин семьи, ну у вас какие-то правила есть, все, тот молчит, он ему с одной, с другой стороны молчит, а потом сидит и говорит, слушай, ну что ты ко мне пристал, мне же она сказала тут сидеть, я сижу. Да. Я по краюсту пошел. Я позвонил, он у меня счет снимет, с чего заранее, он еще меня, за кого он считает? Лох потерялся. Все, все? Господи, Господи, Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафин, без искрения Бога слова Росшую, сущую полтородицу Тебе ищаи. Благодарим Тебя, Господи, за тихое мирное время, за эту возможность вникать в Слово Твое Святое и Вечное. За все Твои благодеяния, слава Тебе. Благослови, Господи, спаси, помилуй болящих братьев, сестер наших, и на детей наших, полемнилась Твою. Тебе слава за все во веки веков. Аминь. Спасибо.